Итак, ребята, сзади меня вы видите кучу материала, а значит сегодняшний день у нас будет замечательный. Здесь есть брусок 50 на 100 для потолка, 50 на 50 для стен, 25 на 50 это для контуровой решетки, также минеральная вата для утепления стены потолка и уже есть входная дверь. Поэтому, ребятки, давайте все это прикрутим и сделаем это правильно. Пойдемте. Слушайте, ну я уже понимаю, что вас напрягает эта локация, это шлакоблочно некрасивая серая локация, поэтому у нас скоро будет все здорово. В ближайшие часы, в вашем случае минута на канале, вы увидите, как эта вся некрасивая комната станет вдруг более-менее красивой, а через серию прям красавицей, прям такой, прям такая, прям, прям, ну, прям серебро, короче, будет. Ладно, нечего болтать и мы приступаем к фиксации пластинок на стену с расстоянием 58 сантиметров друг от друга. Это для того, чтобы прификсировать брусок, а 58 для того, чтобы вы могли вставить минеральную вату прямо между брусками для утепления нашей комнаты. С этого угла и начнем. Я мог бы поставить два бруска с двух сторон, это было бы здорово, примыкание было бы просто отличное, но беда в том, что я фиксирую вот на вот такие планки. Поставить ее с краю я легко могу, она гнется, я не смогу ее закрутить в той стороны, понимаете? Поэтому я буду фиксировать на расстоянии шуруповерта, скорее всего это будет вот так. Лазерный луч, который раз мне помогает, я сейчас сделаю ровную линию, кручу по четыре планки для одного бруска. Делается все как установка маяков, разница только в том, что расстояние между брусками будет 58 сантиметров. Поэтому сейчас устанавливаю по уровню здесь брусок, на том углу брусок кидаю шнурку и протягиваю все остальные легко. Поэтому смотрите и главное, друзья, если вы начали делать свою баню, пожалуйста, обязательно брусок нужно обработать биозащитой. Огнезащитой не обязательно, потому что это бесполезно, а биозащитой необходимо. Чтобы вы понимали сложившуюся ситуацию, смотрите, я ставлю брусок вот сюда, и вот вы видите ноль, который должен быть, например, вот так. Ну как минимум, что мы можем. В конечном итоге, смотрите, он на стене там. Если я поставлю его вот так, хотя я должен был вообще ставить его, по идее, вот сюда, но это невозможно. Если я даже поставлю вот так, то смотрите, сколько там надо срубать. Это просто жесть. Сейчас срубим вообще вот эту всю линию. Ну а как по-другому? По-другому никак. Делаем один раз, делать надо хорошо. Вот так отстреливаем уровень в нолик, и получается просто круто. Так, теперь затягиваем все соединения. Поехали. Центруем поверху. Так лучше же видно, да? Давайте немного вот еще вот так голову поправим. Вот так вот. Отлично. Вот так поверху сравняли. И теперь низ надо сверить тоже поверху. Все, шикардос. Фиксируем. Я для этого использую трехсантиметровые саморезы. Самое то. Единственное, черные, за них, конечно, меня сейчас поругают, потому что черные ржавеют. Но, ребят, если сюда доберется влага, то тогда я не вижу смысла. Хоть в оцинкованных, хоть в каких других. Потому что здесь заржавеет все. Ну, если влага доберется. Но мы должны сделать так, чтобы влага сюда не попала. Поэтому правильная гидроизоляция, правильное утепление, правильная фольга. И все даже скобы закрыть скотчем. Это обязательно. Вот так. Шикарно. Чпоньк. Чпоньк. Что самое главное в стройке? Оптимизация рабочего процесса. Вы заметили, да? Веревочку сверху, веревочку снизу. Я выставил все блоки. Они еще ни один не привязаны. Но веревочки будут являться показателями верхнего и нижнего уровня. Теперь мне просто надо провяжать их и прокрутить. И вы сейчас все это увидите. Бруском полная победа. Я зафиксировал по всему периметру нашей бани. Кроме вот этой стены и кроме вон той стены. Потому что здесь будет кирпичная кладка. Теперь переходим к следующему шагу. Это потолок. Для того, чтобы сделать потолок на нашей баньке, я использую брусок 50 на 100. Это оптимальная толщина, потому что потолок будет состоять из двух слоев утеплителя по 50 миллиметров. Что я должен сделать? Сейчас я зафиксирую по периметру. Каждые 58 сантиметров подвесы или опоры для балки. Подвес 50 на 200. Но в магазине периодически называют эту штуку опорой. Ну, в принципе, и то, и то соответствует правде. Вот так он выглядит. Я уже использовал его. Если вы посмотрите вот этот видос про изготовление веранды и карнизов, то там вы увидите эти подвесики, как я делал. На них стропильную систему вешал. А сейчас мы повешаем на них наши балки потолка бани. Ссылка вон там. Я, конечно, могу, в принципе, первую балку зафиксировать вообще на стойке. Так я, наверное, и сделаю. Приложу к стене и прикручу длинным саморезом. И, может быть, даже опора здесь вообще не нужна будет. Так что две опоры я могу сэкономить. Но в остальных местах я буду, конечно, ее фиксировать к стене. Плюс еще дублировать прикреплением к стойке. Прям вот ненадолго я крепление для камеры использовал в замечательном просто ракурсе. Зафиксировал на него уровень. Расстояние, которое взял от потолка. Кстати, друзья, я понимаю, что кто-то может сейчас поругать за белый налет. Но мы проверили эти доски. Они на самом деле живые, хорошие. Единственное, вот видите, там в кора. Это я сейчас все уберу. Так вот, суть какая? Смотрите. Я замеряю вот этот короб. Он 21 сантиметр. Прикладываю к рельсе. Это максимально выпирающая часть с потолка. И получается, видите, тоже 21 сантиметр. Если я даже сейчас здесь делаю максимальное опускание на 21 сантиметр, здесь еще будет 2,5 сантиметра. Это контрабрешетка. Поэтому вообще волноваться за то, что короб не войдет. Ну, вы понимаете, да? Контрабрешетка 2,5 плюс около 2 сантиметров. Ну, 18 миллиметров еще будет имитация бруса. Поэтому у короба будет вот такой запас еще над потолком. Почему хочу так высоко делать? Мы сейчас делаем баню очень хорошую, теплую. И волноваться за то, что она будет очень долго топиться, нет. Раньше, чтобы вы понимали, просто для того, чтобы вы осознавали, насколько я задираю печку, вы можете посмотреть по уровню шлака. Вот раньше потолок был вот так. А сейчас я хочу задрать его на такую высоту. И думаю, что баня будет намного просторней и красивее. Ну, я так считаю. Я отметил по периметру уровень. Сейчас первую 4-х метровку я буду делать не на опоры, а, как я говорил, прикручивать к стойкам. Кстати, друзья, все балки обработаны биозащитой. Обязательно. Круто. Вот сейчас у нас формируется уже настоящий второй потолок. Сейчас мы его доделаем. Потом делаем электрику, водоснабжение и зашиваем все это фольгой. Если я что-то делаю неправильно, пожалуйста, в комментариях пишите. Наводите на правильные мысли и советуйте все, что вы знаете. Уверен, многие из вас в бане уже делали. И имеете кучу опыта в этой теме. Теперь каждые 58 сантиметров прокручиваем опору балки. Отмеряем 58. Сейчас я прикручиваю первую опору. Почему я сделал эту контррейку, вы тоже все уже знаете. Для того, чтобы мне удобно было вымерять размер. Без всяких уровней лазерных. Слушайте, надо сказать, что шлак отлично держит. Я даже не ожидал. Мне казалось, шлак это шлак. А у него-то вкручиваешь прям со сложностями. Прям тяжело так идет. Вот. Все, 58 сантиметров расстояние между ними. Давайте даже на верочку мы это проверим. Смотрите. Берем. Берем. Хоп. Ровничком. 58. Теперь берем еще 58 и ставим вторую здесь. Друзьяшки, ну потолок я почти закончил. Сейчас осталось сделать электрику, сантехнику и начинаем с вами обшивать стены. Давайте начнем с электрики. Мне говорили, что РКГМ нужен кабель. РКГМ это прикольный кабель. Мне очень он понравился. Но, друзья, он офигеть какой дорогой. А мне нужно две жилы. И самое интересное, что в магазинах у меня РКГМа полтора не было. Полтора квадрата. Поэтому я купил двухквадратный, но я взял всего лишь наклочки, которые будут заходить в саму парную. Я взял простой ВВГ-НГ-ЛС ГОСТовский. Он пойдет у меня за минеральной ватой вдоль этой стены. А выглядывать сюда уже будет РКГМ. Давайте сначала сделаем освещение и потом примемся за водоснабжение. Шнайдер Электрик. Отличная розеточная группа. Вот что интересно, блин, вот товарищ мой, которому я это все заказал, положил мне, главное, 4 розетки вот таких, а под розетники отдельные все. Вот как я их должен зафиксировать? Вадим, если смотришь, дружище, ну вот как так? Ты мне положил одну рамку на все, а вот таких положил 4. Мне нужна была одна на 4 розетки. Ладно, не суть. Раньше, чтобы вы понимали, был вообще алюминий, он здесь 15 лет простоял и никаких проблем. Мы не будем говорить о плохом, мы с вами будем говорить про хорошее. В общем, ВВГ-НГ пойдет по этой стене за утеплителем. Ему совершенно там ничего, никакого тепла, никаких проблем не будет. В баньку уже зайдет РКГМ, кабель, которому пофиг мороз. Без разницы жара. Вот такая у меня идейка. Так я сэкономил, так я сделал финт ушами, потому что, ну это дешевле. И второе, зачем мне РКГМ кидать по холодной стене. И заменю розетки. Розетки просто чумачечие, смотрите. Они просто не работают, вы знаете. Вот я ее сейчас выключил. А чтобы включить, мне надо тут прям помучиться. Сейчас мы должны это все заменить, но первым делом надо пройтись вот здесь электролобзиком. Для того, чтобы вырезать для подрозетников место. Смотри. Под розеткой. Зачем они? Что это такое? Это фокус. Короче, ребята, все очень весело. Но когда начали разбираться с алюминием, который здесь был. Первый, смотрите, от гарки давить. Оказалось, что вся эта конструкция намотана где-то там в стене. Ну так 15 лет назад делали. Сейчас мы это оставить просто так не можем. Поэтому три доски вот эти разберем. И тогда я смогу хотя бы добраться до того, что находится где-то там. Но где это находится, непонятно. В общем, надо делать, надо делать что. Аккуратно топырим. Я буду стараться ничего не ломать. Груди, видно провода. Не знаю, какие. Что мы видим? Вот это, это провод. Это провод освещения. Это как раз 220. Все, я нашел. Это не фаза. Это. А вот на фазе, видите? Видите, как светит? Все, правая фаза, левая 0. Правая фаза, вырубай! Так, выключил, проверяем. Все, отрубилось. Так, ну здесь все традиционно. Пропаял, прокрутил. И колпачки натягиваю. В принципе, все стандартно. Ну что, друзья, с Богом. Сейчас поймем, коротнет, не коротнет все это дело. Так, этот свет заработал. И этот свет заработал. Ну и какая же может быть баня без вентиляции? Мы сейчас сделаем вентиляционное отверстие в парной и в мойке. Это обязательно, друзья, вентиляция превыше всего. Прежде чем начинать работать с монтажной пеной, необходимо отверстие очень хорошо увлажнить. Тем самым мы уберем лишний мусор, и адгезия монтажной пены будет намного лучше. Учитывая, что у нас здесь будет 5 см контур в решетке и 2 см имитации бруса, мы рассчитываем 7 см выпуска вентиляционной трубы. Вставляем. И важный момент, друзья, я придумал такое небольшое ноу-хау, потому что в интернетах я об этом не читал. Сделал небольшой уклон в сторону улицы, для того, чтобы конденсат и прочая такая дрянь стекала туда. Смочить обязательно перед тем, как запенивать для лучшей адгезии материала. Так, я еще потом с улицы запеню, поэтому... Ну все, ребята, мы дошли до самого главного. Мы начинаем утеплять нашу баньку. Ну и для этого сначала надо, конечно же, прибраться немножко. Вставляю, хотел через нитку, очень неудобно. Вставлять просто руками удобнее, поэтому иду так. И сейчас прогоняю стены. Ну, вот таким путем. То, что мы сделали за сегодняшний день, это круто. Я боюсь даже себя трогать, чтобы не чесаться. Потолок, вы не смотрите, только что он вот такой получился. Там два слоя утепления. Я сделал перехлестом швов. Получилось очень хорошо. Сейчас пока еще, я согласен, некрасиво. Сейчас фольгу натянем, баня сразу заиграет. Я, наверное, весь блестю. Две вытяжки. Вон третья вытяжка. И еще будет вытяжка у печки, она будет приемная. Ну что, друзья, отряхнулись и в бой. Я вас больше томить долго не буду. Сейчас мы с вами все это протянем фольгой. И после этого прибьем контуробрешетку. Она уже подо мной покрашенная, готовая. Кстати, друзья, интересный момент. Жидкость для обработки древесины от гниения обычно продают в прозрачном виде. Именно такой я и покрасил вот эти балки. Но, честно сказать, когда их покрываешь, незаметно, где ты покрыл, где не покрыл. Поэтому оптимальнейший вариант, друзья, добавляйте колер. И тогда уже точно вы будете знать, какие места вы прокрасили, а какие нет. В данном случае добавили зеленый колер, и все прекрасно видно. Начинаем фиксировать фольгу. Начнем с потолка. До какого-то момента я боялся все время говорить про рекламу, потому что я прорекламирую материалы, и кому-то это может не понравиться. Однажды мне один из наших зрителей написал, что, Денис, ты рассказывай, что за материалы ты используешь, чтобы мы понимали, брать их или не брать. И рассказывай, понравились они тебе, не понравились, чтобы это было понимание. В данном случае взяли мегаспан, отражающая изоляция для бань, саун, жилых и производственных зданий. Ширина метр двадцать, площадь двадцать квадратных метров. Рулон такого материала стоит в районе шестьсот пятидесяти рублей. Внутри он идет бумажный, снаружи фольга. Понятно, что отражающей поверхностью мы будем фиксировать внутрь бани. Сначала заморочился, как же мне правильно прикрепить мою фольгу. Первый блин обычно идет комом. Чтобы он не был комом, друзья, берите рулетку, отмечайте периметр и делайте все подгибы, как надо правильно. То есть, не торопясь, можно сделать очень аккуратно и красиво все состыковки будущего потолка. Ну, вы понимаете, согнут край, здесь тоже подогнуто, небольшой запасик. Пристреливаем все это дело степлером на скобы. Насчет пристреливания. Стреляйте ровненько по стойке, чтобы потом промотать ее скотчем. Короче, чтобы пар не уходил в вату, это самое важное. Теперь следующий вопрос, это проклеить все швы, все примыкания, все места, где у вас были касания скоб. Потому что, если этого не сделать, в дальнейшем в эти места будет проходить влага, то есть пар. Пар это есть влага, который будет кондицироваться, кондицироваться, кондиционироваться. Который будет конденсатом попадать в минвату и там она будет мокнуть и у вас начнутся проблемы. На рынке существует два варианта. Это алюминиевая клейкая лента и второй вариант это металлизированная ПВХ лента. И она от температуры плавится, отклеивается и от нее нет никакого смысла. Поэтому алюминиевая клейкая лента, вот именно ее вам и нужно покупать. Вот я вам покажу. Смотрите, как она работает классно. Это настоящий алюминий. Просто алюминий, без всякого полиэтилена и прочей дряни. Что мы делаем? Я беру просто шов и начинаю его хорошенько проклеивать. Она клеится очень-очень хорошо. Если вас интересует цена, то 50 метров этого добра стоит рублей 150. Не оставляя ни одного пазика, ни одного свободного местечка. Я вот это аккуратно сейчас заклею. Теперь здесь подальше берем паз. Оп. Идеально. Главное по центру вести. Берем рулон, который у меня развернулся. И начиная с крайнего угла, проходим весь периметр, пристреливая к бруску. Слушайте, ребят, ну получается просто кайфонесски. Открываю второй рулон. И я думаю, что второй пачки нам в принципе должно хватить. Помните, в комментариях кто-то писал, что очень хорошая печка, но баня никакая. Сейчас. Есть желание это повторить? Согласитесь, она офигенская. Сейчас мы зашьем это контр брусками и начнем крепить имитацию. Но в следующем ролике, который выйдет у нас на следующей неделе, мы будем с вами фиксировать дверь. И очень много другого интересного. Поэтому, если вы вдруг не подписаны, то между делом советую подписаться. Ставьте лайки и давайте уже доделаем нашу работу до конца. Короче, я на эмоциях. Я просто кайфую от того, что мы собираем. Блин, ну прикольно. Сейчас один раз затопили. Лучше бы не топили. Жара просто поднялась. Теперь самое-то главное. Самое главное, о чем, собственно говоря, многие ребята спорят. И до сих пор идут два лагеря. Людей, которые за и людей, которые против одного момента. Смотрите. Для того, чтобы сейчас фиксировать имитацию на стены, мне необходимо прикрепить брусок. И многие делают без вентиляционного шва. Наверное, он так и называется. То есть, просто фиксируют его в горизонтальном положении. И потом идет имитация бруса или евровагонка. Правильно же, друзья. Я решил сделать правильно эту баню. Конечно, вы уже там, наверное, много косяков нашли. Но, тем не менее, я стараюсь все-таки идти канонами правильными. Которыми необходимо и было бы идти. Я хочу сначала впустить продольный брусок по тому бруску, который там внутри есть. То есть, это будет контур обрешетка. И уже потом делаем обрешетку под имитацию бруса. Тем самым, конденсат, который будет выпадать на стену, он будет беспрепятственно стекать. На дерево он попадать не будет. Дерево не будет гнить. А как следствие, долгий срок эксплуатации. И поэтому сейчас я отпиливаю по 2.20. Биозащита уже впиталась. И поэтому его можно смело фиксировать на стену. Друзья, я столкнулся с одной проблемой. Пожалуйста, в комментариях действительно напишите, как мне ее решить. Потому что на момент выхода видео я этот вопрос не решу. Видео выходит прям вот прям... Вот прям... Он из-под пера, можно сказать. Я сейчас доделываю, и завтра вы его увидите. Точнее, сегодня вы уже видите то, что я сделал вчера. Вот. Так вот, проблема смотрите какая. Вот эта штука, по моим планам, должна была приклеиться к бетону через этот скотч. Как оказалось, она клеится, но крайне отвратно. Я не согласен с таким решением. Поэтому вот здесь нужен мне какой-то вариант. Я уверен, что это надо наклеить. Это обязательно нужно наклеить на бетон. Чтобы не было подсоса этого капиллярного внутрь влаги. Там же минвата. Там, конечно, экструдированный пенополистирол у меня сантиметров 7. А дальше идет минвата. Но все равно капиллярный подсос, он будет хоть как туда идти. Такая у меня проблемка существует. Сейчас я устанавливаю бруски. Почему вам не показал начало? Потому что, ну, это банально. Это очень легкая работа. И она особо-то ничего не требует. Еще раз хочу сделать только акцент на то, что бруски должны быть вертикальные. Конечно, вы можете прикручивать их горизонтально. Но это неправильно. Срок эксплуатации баньки, конечно, будет меньше. Я в этом просто уверен. Здесь я еще подутеплю. Здесь будет стена из такого интересного блока. Вам понравится. Ну, не клинкерный кирпич, а выбираем. Сейчас бетонный кирпич с порывами. Ну, прикольный. Вот здесь будет стена. Потом будет стеклянная дверь. И стена будет уходить туда. Раньше была прямая, как вы помните, да? В видосе этом разборки из 90-х. По ссылочке вы можете увидеть, как мы эту баньку разбирали. Кстати, что интересно. Все остальные видео по этому проекту Баня в подарок. Они набирали прям нормальное количество просмотров. А вот первая разборка, самое интересное, эпичное видео, в котором мы старую советскую баньку ломали. Оно почему-то набрало там 2,5 тысячи, что ли. Поэтому переходите по ссылке. Смотрите вообще весь плейлист от начала до конца. Уже вышло сейчас это четвертое видео. Мы еще будем серии 4-5 делать по этой бане. То есть это еще будет обшивка имитации. Там есть свои нюансики, которым я уже пришел. Кладка кирпича. Мы будем делать с вами полок. Установка дверей. Ну, в общем, по бане буду снимать такие хорошие сюжеты и отчитываться о проделанной работе. Потому что мне интересно ваше мнение, мне интересны ваши советы. За время, пока я снял эти три серии по бане, мне столько накидали советов классных, которые я здесь уже потихонечку воплощаю. И я очень благодарен тем, что вы пишете полезные комментарии. Спасибо большое. Давайте, пока я вот эти слова говорю, включу кадры, как я доделываю вот обрешеточку. И мы перейдем с вами к следующему видео. Это будет установка входной двери. Она будет кедровая. Ну, а я с вами прощаюсь. Мне очень приятно, что вы смотрите канал. И очень приятно, что вы делаете канал лучше. Спасибо вам большое. До скорых встреч. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok